Всем привет! Меня зовут Наталья Инспири, и это YouTube-канал о том, как начать новую жизнь и измениться до неузнаваемости. Сегодня мы поговорим с вами о том, как стать инфлюенсером, как стать успешным блогером и как на этом зарабатывать. В этом видео я приведу несколько тем для ваших будущих блогов, YouTube-каналов, Инст, ТикТок, что угодно. Выбирайте сами на свое усмотрение. Я приведу несколько тем, которые беспроигрышные, классные, на которых можно собрать и аудиторию. О том, как на этом заработать, я расскажу в конце видео, поэтому смотрите до конца. Но давайте сразу расставим точки над «и». Популярный блогер не равно инфлюенсер. Популярный блогер может вас развлекать, делать какой-то смешной, забавный контент, собирать миллионы просмотров, выдавать какой-то иногда лютый кринж. Он может быть новостным рупором, хорошим журналистом, человеком, который за кадром делает контент, и вы о нем вообще не знаете, а по факту это успешный блог и успешный блогер. Но при этом он не является инфлюенсером. Инфлюенсер же – это человек влиятельный. Он для вас виртуальный наставник. Пример для подражания. Вы мечтаете иметь такого друга, такого человека в своем окружении. Вы прислушиваетесь к его советам и рекомендациям. Он вас вдохновляет, он вас чему-то учит, и вы хотите стать таким, как этот человек. Вот что значит быть инфлюенсером и влиять. Так как же стать инфлюенсером? Как стать человеком, за которым идут другие люди? Об этом мы сейчас и поговорим. Я приведу вам шесть вариантов контента, которые беспроигрышные, которые может начать делать каждый, вне зависимости от достатка, местоположения, внешности и других каких-то ограничителей, которые есть только в вашей голове. Поехали! Базовая концепция – простая и лаконична. Делай то, что другие не делают. И сейчас я не говорю о том, что другие не хотят делать или не могут, а просто не делают. Прокрастинируют что-то годами, мечтают начать, и им нужен человек, который их подтолкнет, который своим примером покажет, что так делать можно, безопасно, и это к чему-то хорошему вас приведет. Первый вариант. Снимай свои спортивные достижения. То, как ты худеешь, стройнеешь или набираешь мышечную массу. Как ты становишься гуру в йоге, пилатесе, фитнесе, в беге, в любом другом виде спорта. Как ты становишься активным человеком, как ты мотивируешь себя на спорт, что тебе это дает. Ложной установкой в твоей голове может быть на данный момент то, что я же не спортивная, я же типа толстая ленивая булочка, которая лежит на диване и только мечтает. Кто вообще будет смотреть, как я там потная, бегаю, километра пробежать не могу. Кому это будет интересно, мне же если начинать снимать контент, то только тогда, когда у меня будут какие-то результаты. Людям интересен процесс развития. С чего ты начала, степ-бай-степ к чему ты пришла. Люди обожают движение. Люди обожают искренность. Люди обожают естественный жизненный сторителлинг. Начни снимать свои первые шаги. То, что ты чувствуешь, что ты об этом думаешь. Почему ты начала так делать. Какие книги ты читаешь, какие видео ты смотришь, какие подкасты ты слушаешь. Что из этого с тобой работает, а что из этого с тобой не работает. К чему ты пришла сама. Снимай самые простые человеческие влоги. Снимай какие-то эксперименты. Я бегала в течение каждого дня на протяжении 30 дней. И что из этого получилось. Помните, как эти видео были популярны? Почему не попробовать снять это сейчас? Второй вариант. Этот вариант очень прикольный, очень интересный. Лично я обожаю такие видео. Да и что говорить, вы тоже любите такой контент. Вы его просто обожаете от меня. В том числе его ждете. Снимай расхламление, ремонты, детоксы. Все хотят разобрать хлам, вымыть окна в квартире, разобрать косметичку, сделать детокс, очиститься от алкоголя и никотина, если они этим увлекаются. Все хотят чистоты, минимализма, свежести какой-то в своей жизни. Покажи, как ты это делаешь. Даже если тебе кажется, что ты живешь в какой-то наредере, что у тебя бардак по всем фронтам и что тут, в принципе, показывать у тебя ничего нет. Это и есть самое интересное. Реальный человек с его реальной жизнью берет и, наконец-то, наводит порядок в своих делах. Это потрясающий контент, который хочется смотреть, которого всегда будет мало. Делай то, что другие хотят, но не делают. Для того, чтобы подробнее узнать о том, как выбирать направление для своего контента, для своего блога, как определиться с истинной сутью себя и вообще запустить YouTube-канал, если ты хочешь конкретно снимать такие или похожие видео, ты можешь обратиться к моему гайду по YouTube с доступом к вебинару, который проходил не так давно. Там я рассказываю в подробностях несколько часов о том, что нужно сделать, чтобы запустить канал, о том, как определиться со своей нишей, о том, как выбрать стиль, визуальный стиль в том числе, как выбрать подачу, в каком стиле ты будешь подавать информацию людям. Там очень много технической части, сколько времени занимает видео и так далее и тому подобное. На весь список вопросов, самых частых и распространенных, я ответила в этом гайде и в вебинаре, которые идут комплектом. Смотри описание под этим видео, а мы поехали дальше. Третий вариант контента, который можно адаптировать совершенно под любую тему, это Показывай риск и смелость. Собрала вещи и переехала в другой город. Уволилась, начала бизнес с нуля, рискнула выложить видео, поделилась своим первым видео со своими знакомыми, страх общественного неодобрения. Показывай, как ты смело меняешь стрижку, квартиру, свою жизнь. Будь смелой. Каждый человек мечтает кардинально изменить свою жизнь, на что-то решиться, проявиться в какой-то совершенно новой сфере, но ему страшно. Сделай это за него. Покажи, что это возможно и чем награждается такая смелость. Четвертый вариант контента. Самый популярный, наверное, на данный момент, это тема заработка. Карьеры, инвестиции, источников дохода, каких-то накоплений, куда вы вкладываете деньги, куда вы не вкладываете. И ты мне сейчас скажешь, Наташа, как я буду про это снимать, у меня три гроша. Вот и снимай про то, что «Здравствуйте, меня зовут Маша, у меня три гроша. Я хочу, чтобы у меня было девять грошей. Я вот изучила такую-то книгу, такую-то информацию, я попробую. Я вот буду откладывать 10% от своей зарплаты. Посмотрим, что из этого получится. Как начинать свое финансовое образование с нуля. Если тебя волнует тема заработка, денег, и это единственное, что сейчас в твоей голове, и ты хочешь как-то вообще просто стрельнуть, заработать, понять, как работают деньги, показывай людям процесс со всеми взлетами и падениями. Таких Маш, у которых три гроша, миллионные, и они тоже хотят с чего-то начать. И им зачем этот контент? Куда вложить миллион грошей? Миллион. Нет, у нее миллиона. Она хочет знать, что делать с ее тремя грошами, что получилось девять. Пятый вариант контента. Заезженный, замыленный, но я не думаю, что в ближайшие годы он сбавит свою популярность, если столько наберет. И это тема маркетинга. Покажи свой путь становления инфулиенсером. Открыто заяви перед нулем своих подписчиков. Я хочу стать успешным блогером. Я хочу стать звездой YouTube. Изучай тренды, изучай алгоритмы. Изучи тренды маркетинга на Западе, в Соединенных Штатах, в Азии, в Китае, что происходит там сейчас. Получай информацию из первоисточников, применяй ее к себе и делись ею с людьми. Вся реклама сейчас онлайн. Вся реклама сейчас через социальные сети, через таргет и так далее. Изучай эту тему, даже если ты сейчас полный ноль, но от темы маркетинга тебя штырит, покажи процесс развития. Покажи, как ты становишься маркетологом или известным инфлюенсером с первого шага до великих свершений. Шестой вариант может, по сути, наверное, объединить все предыдущие пять. Снимай контент о том, как начать новую жизнь и измениться до неузнаваемости. У меня такая большая аудитория, потому что каждая вторая думает, блин, надо что-то менять, я хочу начать свою жизнь сначала, я хочу показать, какая я есть, потому что девушки чувствуют, что что-то там, оно недораскрыто, недопоказано, недосделано. И все хотят сбросить с себя вот эти вот оковы и стать тем, кто они есть на самом деле, начать новую жизнь и измениться до неузнаваемости. Показывай свои шаги, показывай свои наблюдения, какие книги ты читаешь, какие задачи ты перед собой ставишь, выходить раз в неделю на пробежку, вставать раньше. Анализируй это, показывай свой внутренний монолог, что ты чувствуешь, что у тебя получается, что нет. Единственная загвоздка во всех вариантах, о которых я сейчас тебе рассказала, тебе придется двигаться вперед. Под лежачий камень вода не течет, и люди не хотят смотреть на человека, который не меняется, не совершенствуется, не становится лучше. Недостаточно снимать просто какие-то видео, надо еще это все и делать. Стараться, продвигаться, то есть по сути, если ты хочешь изменить свою жизнь, тебе надо и жизнь свою менять, и параллельно еще из этого делать материал какой-то, чтобы люди это увидели, если ты хочешь стать инфлюенсером, если ты хочешь стать ролевой моделью, изменить свою жизнь и тысяч других людей. А теперь обещанная тема заработка. Инфлюенсеры зарабатывают больше, чем любые другие блогеры, потому что влияние не купишь. Авторитет не купишь. Ролевой моделью не станешь за деньги. Подписчиков можно накупить, просмотры можно накрутить, но влиятельность никогда. Первый способ заработка для инфлюенсера – это собственный продукт, собственная услуга. Это мой случай. Я выбрала такую дорогу. У меня есть своя продуктовая линейка. Это гайд о том, как начать новую жизнь и измениться до неузнаваемости. Это гайд по YouTube и вебинар к нему. У меня есть гайд по цифровому благополучию семьи, по цифровому детоксу. Он тоже есть у меня на сайте. Единственное, что я его ни разу не рекламировала, но на самом деле это мой самый любимый и самый талантливый продукт из всех, как я считаю. Но почему у меня не добираются руки до того, чтобы больше о нем рассказывать на канале, рекламировать его, я не знаю. Когда-нибудь потом. Второй вариант заработка, самый распространенный – это рекламодатели. К тебе достаточно быстро придут все эти гикбрейнсы, фитстарсы, все вот эти психологические платформы. Очень быстро придет к тебе Вайлбери со всеми его магазинами, вариантами всего там на свете. Будет много ерунды и очень дельных и толковых предложений. Это все придет к тебе, наверное, на пятые-десятые тысячи подписчиков, а в YouTube такую аудиторию набрать достаточно легко. Третий вариант заработка – это платный контент. Снимаешь три видео на YouTube, четвертый – снимаешь на Boosty. Как работать с Patreon или с Boosty, показываю на личном примере. Для всех, кому интересна моя работа за кадром, созданием собственной услуги, работа с клиентами, то, как я продвигаюсь, как я выбираю темы для своего контента, как я монтирую видео, что я вкладываю в сценарий своего видео, чтобы они были популярными, чтобы люди их смотрели. Всем этим я буду делиться в своем бизнес-дневнике на Boosty. Если ты хочешь получать инсайдерскую информацию, читать мой бизнес-дневник, то добро пожаловать в описание под этим видео, там будет прямая ссылка. И хватит не говорить о том, что ты не знаешь, о чем снимать, сними реакцию на это видео. Расскажи, что ты посмотрела это видео, вдохновилась, вот у тебя такие выводы, и это действительно то, что ты хочешь делать в этой жизни. Сними это видео хорошо, вложись в него душой, умом, телом, вложись в это видео, что сделай не тяп-ляп, а действительно хорошо. Я увижу, что ты настроена серьезно, и я обязательно сделаю тебе рекламу. И сделаю рекламу в своем Телеграм-канале или на этом Ютуб-канале. Все зависит только от твоих стараний. Вот я открываю прям уже дорожку тебе, дорогая. Давай расправила крылышки, лети. Посмотрим теперь, воспользуешься ли ты этим шансом от Вселенной. Все ж так ее любят. Ну-ка, сделаешь ты это или нет? И спасибо, что провели это время со мной. Не забывай заходить в описание под видео. И до скорых встреч. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok